Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 14-й главе книги «Бытие». 14-я глава выглядит для современного читателя как такой фрагмент политико-приключенческого романа архаической эпохи, потому что здесь разворачиваются битвы, войны, борьба между многоразличными царями, масштаб царства которых не превышал среднего городского района, там с населением десяток тысяч человек в лучшем случае. И вот они там между собой находятся в некотором постоянном конфликте. Тоже, я бы сказал, такой поучительный способ обозначить, что там вокруг происходит, потому что это, всерьез говоря, война всех против всех. Они там составляют коалицию одну, коалицию другую, с участием одних царей без участия, потом они меняются местами, кто-то начинает доминировать над всеми. В общем, действительно такая вот банк с пауками, по большому счету. И автор здесь, опираясь, по-видимому, на очень старинное предание, которое почему-то помнит имена этих царей, хотя реально их все давным-давно забыли. Они такие стали полусказочные персонажи. Даже для времен, когда записывают эти предания, вот они об этом рассказывают совершенно без подробностей и, я бы сказал, с некоторым равнодушием. Кто там хороший, кто плохой, понять невозможно. Невозможно. Вот они пришли к такому источнику, здесь у них была битва, потом в другом месте вступили в сражение, где-то было много мест, где выпаривали смолу, и вот там цари Содомские, Гаморские упали в них. В общем, победители взяли все имущество, то есть разграбили эти самые города Содом и Гаморру и разграбили, главное, войско этих самых царей и ушли. И автор говорит, и взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. Вот, собственно, ради чего весь предыдущий фрагмент с первого до одиннадцатого стиха главы и был нужен, чтобы объяснить, чтобы было понятно, кто такие и почему, и с какой стати ограбили Лота, взяли имущество его и ушли. Потому что дальше автор рассказывает о том, что Авраам берет свой клан, своих рабов, вооружает их и идет отбивать этого самого Лота, как будто бы вовлекается в ту самую банку с пауками, в ту самую борьбу микроскопических царьков друг против друга за такие же микроскопические имущества, которые состоят там, не знаю, из двух серебряных цепочек и трех медных кастрюль. Это, кстати, действительно основная, наиболее дорогая часть богатства, металлическая посуда и металлические украшения по тем временам. Да, и оказывается, что Авраам добывает, так сказать, этого Лота, возвращает его имущество, возвратил все имущество, и Лота сродника своего, и имущество его возвратил также женщин и народ. Почему это вообще оказалось здесь, в сюжете? Дело в том, что обычно этот рассказ трактуют двумя способами, пожалуй, все-таки двумя. Один путь вот какой, толкователи говорят, что вот какой Авраам, замечательный, молодец, отличный в его политической подготовке, не бросил своего племянника. Ну, это действительно достаточно правдоподобная позиция, потому что люди часто бросают не только племянников, но и гораздо более близких. Люди часто бросают друг друга в беде. Ну, и, да, возможно, автор пытается предъявить нам, так сказать, Авраама, как того, кто этого не делает. А другой путь связан со второй половиной этой самой главы, где вот Авраам, судя по рассказу, который идет дальше, Авраам, вероятно, не один, вероятно, в составе некой коалиции разгромил там этого очередного, доминирующего на этой неделе царька и освобождает не только Лота с его имуществом, но и царь Содомский говорит в этот момент Аврааму, который там все какое-то имение и людей тоже захватил. Людей мне отдай, предлагает он ему, а имение возьми себе. На что Авраам поднимает руку к Богу в знак клятвы, в знак торжественного обещания перед Богом, говорит, поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли. Что даже нитки и ремня от обуви не возьму из твоего, чтобы ты не сказал, что я обогатил Авраама. Помните историю про то, как израильтяне, выходя из Египта, обобрали египтян, стрельнули всяческие украшения, у них торжественную одежду праздничную, и все такое прочее. Это смущает современного читателя. Ну и похоже, что эта история смущала кого-то из составителей. Поэтому здесь в противовес, так сказать, этому говорится вот в таком бескорыстии Авраама. Бескорыстия говорит, ничего из того, что я возьму, что у тебя не возьму. Чтобы ты не мог сказать, что это ты обогатил Авраама. Ну, по-видимому, все-таки второе объяснение, почему эта история появляется в сюжете книги «Бытие», это второе объяснение более правдоподобное. Но, кроме всего прочего, в ткани этого рассказа вплетен и еще один эпизод, где говорится о том, что вот навстречу Аврааму вышел Милхиседек, царь Салима, и вынес хлеб и вино. Здесь, собственно, говорится о том, что этот самый Милхиседек был священник Бога Всевышнего, и он благословил Авраама. Причем, обратите внимание, он благословляет Авраама, благословен Авраама от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов в руки твои. Как бы такое двустороннее благословение. И, по-видимому, автор имеет в виду, что здесь начинается некоторый новый этап непосредственных отношений Авраама и Бога, отношений, которые меняются благодаря встрече с Милхиседеком. Тоже обратите внимание, что речь не идет от благословения, знаете, как у современных христиан, типа, «Ой, благословите мне, не знаю, там, построить сарай». Ну и, соответственно, кто-то с сильно длинной бородой, желательно седой, говорит, «Благословляю, строй сарай», или «Не благословляю, не строй сарай». Здесь речь идет совершенно о другом. Не благословляет Бог поступки, деятельность, идеи, задачи, которые стоят перед собой Авраам. Он благословляет самого Авраама. А Авраам благословляет Бога как бы симметрично. Ты есть подлинное благо. Вот что, собственно, подразумевает это благословение. Ну, как вы понимаете, довольно рано, еще, по-видимому, в эпоху царей, псалмопевцев, образ Мелхиседека, который выносит Аврааму хлеб и вино, и который был священником Бога Всевышнего, вот он занимал воображение авторов, и поэтому о будущем помазаннике Христе говорится там «Ты, Иерей, вовек по чину Мелхиседекову, который царь, священник, который вот никаким образом, никакими земными узами не связан и действительно является, так сказать, полномочным представителем Бога». До какой степени это поэзия, до какой степени откровения трудно сказать, но образ действительно очень-очень характерный. К Христу помазаннику его прилагают постоянно и в Ветхом Завете, и в некоторых произведениях Нового Завета, в частности к послании к Евреям. И согласитесь, что, конечно, для христианина «Хлеб и вино», которые Милхиседек выносит Аврааму, тоже образ очень-очень знаковый, но для автора вероятнее всего в центре всего сообщения стояли слова «Он был священник Бога Всевышнего». Для автора важно, что Милхиседек поклоняется единому Богу, единому и единственному, одному тому самому, который побуждал Авраама уйти из Ура, прийти в эту землю, потом уйти из нее, потом вернуться. Вот тот самый Бог, встреча с которым у Авраамы как будто бы уже есть, а с другой стороны, непосредственно становится только здесь, когда Милхиседек, священник Бога Всевышнего, благословляет Авраама. Исторически ученые часто говорят, конечно, о том, что исторически многие семитские пустынные племена были единобожниками, ну или, может быть, лучше сказать, некоторые, и в том числе жившие где-то вот на этом западном краю пустыни, что ж, вполне возможно. так или иначе, в основе повествования рассказ о том, как Авраам в каком-то смысле возвращается к вере отцов, но уже в более институционализированной форме, а намерение составителя показать, что в результате этой встречи и взаимного благословения Авраама с Богом начинаются какие-то совершенно другие отношения, и Авраам ведет себя не так, как иудеи, которые потом обобрали египтян. Вот по-другому ничего у тебя не возьму, чтобы ты не сказал, что ты обогатил Авраама. Авраам авраама Продолжение следует...